Танцы и красивейшие пары в Кривлевском дворце. Как иначе отмечать 60-летие танцевального спорта в нашей стране? Это настолько красиво, что восхищает. Все понимают, насколько это сложно технически, но понять, как при этом можно так легко двигаться, просто невозможно. Действующие чемпионы, чемпионы будущей буквально зажгли паркет. Не удержалась и наш корреспондент Ольга Паутова. Они вертят друг другом, как хотят. Он готов вскружить ей голову в ча-ча-ча или джайве, а она возьмет все в свои руки в самбе и покорит его к концу чувственной румбы. Впрочем, главное оружие серебряных призеров чемпионата мира в латиноамериканской программе Армена Цитуряна и Светланы Гудына – посадобль. Ольга Куликова и Дмитрий Жарков уже несколько лет не оставляют шансы конкурентом в европейской программе и делают это весьма аристократично. А как иначе, когда танцуешь фокстрот, танго, квикстеп и, конечно же, вальс? Мы очень уважаем латиноамериканскую программу, но нам больше нравится в длинных классических платьях и с галстуком. В Кремле на праздновании 60-летия танцевального спорта в России эти две лучшие пары устроили батл. За кем смотреть? Не могли определиться даже профессионалы, привыкшие оценивать сразу 15 дуэтов. Но начиналось все куда скромнее. Первый конкурс по бальным танцам в СССР прошел во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов 57-го года. Министерству культуры РСФСР такие танцы тогда страшно не понравились. Излишне буржуазные и какие-то откровенные. В самом деле советский человек и танцевать должен по-советски. Разрешите пригласить. Так называется новый танец. Такую программу, а в ней было более 150 танцев, дуэты исполняли вместе с европейской и латиноамериканской вплоть до конца 80-х. Сами танцоры считали ее наивной и бессмысленной. Они мечтали о международных соревнованиях. Одним из первых за границу разрешили поехать Станиславу и Людмиле Поповым. Насмотревшись на ослепительные костюмы зарубежных пар, они превратились в самую модную среди советских. Красили куриные перья под струсиные. Вместо телесной ткани использовали капроновые чулки. Но сложнее всего было раздобыть блестки. Нашлись ребята, которые где-то доставали фольгу специальную, изготавливали такие штампы и гранили блестки. А потом пришивали к ткани. Я помню, как я сам, готовясь к чемпионату мира в Мюнхене, сидел с супругой и блесками этими расшивал свою рубашку. Когда смотришь со стороны, кажется, ну какой это спорт. Мягкие шаги, текучие позы. А вы сами попробуйте. Я? Да-да, давайте. Ну вот, протанцевав всего пять минут и попробовав самые простые элементы, понимаешь, что за этими летящими шагами дикий темп. А за видимой легкостью мастерство. Ведь за те пару минут, что длится танец, танцоры испытывают такие же нагрузки, что, например, пловцы или бегуны. Концерт не успел закончиться, а многие спортсмены уже разъехались по домам. Чтобы сегодня пораньше прийти на тренировку. Ведь до Нового года у наших танцоров запланировано еще несколько международных турниров, где они сделают все, чтобы снова оказаться первыми.